11.06 в Кирове, программа «Дневной разворот» в эфире, в студии Дарьи Запузлиева и Анна Лапшина. Всем доброго дня, мы работаем два часа, как обычно. В течение этих двух часов телефон прямого эфира 211-101, для ваших смс, для ваших сообщений есть номер 8-909-720-101, сообщение можно отправлять в WhatsApp, Viber, пожалуйста, мы следим, пользуйтесь, потому что тема у нас горячая, в первом часе мы в очередной раз в ЖКХ будем погружаться, да, сегодня будем говорить о том, как проконтролировать и наказать управляющую компанию в случае нарушения закона. На конкретном примере будем разбираться. Пример нам предоставят председатель совета дома по проспекту строителей, дом 42, корпус 2, Андрей Пешков. Добрый день. Добрый день. Вот, а помогать нам разобраться, в чем нарушение, можно ли за эти нарушения управляющую компанию наказывать, как это сделать, кто должен помочь, будут еще два наши гостя. Сергей Юлитин, руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Общественной палаты Кировской области. Сергей Николаевич, здравствуйте. Добрый день. И Наталья Копылова, заместитель начальника отдела по лицензированию управляющих компаний Государственной жилищной инспекции Кировской области. Здравствуйте. Добрый день. Ну, Андрей, давайте с вас. Вот сразу же очень коротко фабулу нам озвучите, да, ту историю, с которой вы к нам обратились. В чем проблема? Проблема в следующем... Можно попросить вас погромче немножечко говорить? Проблема в следующем. Управляющая компания подделала лист голосования. На основании этого поддельного листа голосования заключили договор с нашим домом и управляют нашим домом. Так, подождите, вот это ваше утверждение, что она подделала? Или это доказанная история уже? Эта история не доказана. Мы обратились в полицию с заявлением. 25 мая 2019 года идет проверка. То есть уже больше года идет? Ну, да, уже скоро два года. Вот как это идет проверка. Все постановления прокуратуры об отказе в уголовном деле отменяют. Уже так раз в 15 не отменяли эти постановления. Но и так оригиналы листа голосования не предоставили. Так, история тянется уже два года. Это история уже вот именно разбирательств с привлечением органов правоохранительных, да, и контролирующих. А история, про которую вы говорите, подделали листы голосования, произошла когда? Листы голосования они подделали в декабре 2019 года и выдали эти листы голосования за 2013 год. Ага, то есть почти 10 лет уже этой истории. То есть 7 получается лет, да? Управляющая компания... Как, на Ваш взгляд, это произошло? Кто-то вообще принимал участие в голосовании или полностью все подписи были подделаны? Еще раз, подписи были не подделаны полностью, потому что управляющая компания ходила, собирала подписи под предлогом косметического ремонта подъезда, обходила людей. Люди, которые хотели ремонт подъезда, они поставили свои подписи. Но некоторые люди подписи свои не ставили и заявили, что они подделаны. Так, ну это вот стандартная история. Подождите, давайте сначала озвучим. Все-таки управляющая компания Ленинского района. Протокол, про который вы говорите, это протокол голосования именно за ремонт подъезда или за что-то иное? Нет, это протокол. Якобы управляющая компания собрала собрание, где больше 50% голосов якобы собственники решили, что мы выбрали эту управляющую компанию. И на основании протокола общего собрания они заключили договор. И речь идет о чем? То есть изначально у вас была одна ленинская компания управляющая, а потом появилась вторая ленинская компания управляющая. Это старая история, про которую мы тогда говорили, когда первая компания банкротилась, по-моему, да, Сергей Николаевич Микки Вайт? Да, именно так. Да, и жильцов всем скопом, все дома переводили в другую управляющую компанию, которая, ну, фактически преемник, да, вот той первой компании. То есть вы не согласны с тем, что вы перешли в эту компанию? Я не согласен с тем, что управляющая компания, которая нас сначала обслуживала, была управляющей компанией Ленинского района города Кирова. Так. Мы с ней заключали договор и без проблем она как бы работала. Мы не были против. Но потом она, когда обанкротилась, эта управляющая компания Ленинского района города Кирова, без нашего согласия они просто на другую организацию перевели этот дом. И это было в 2013 году? Это было якобы в 2013 году, но по факту они это делали в 2019 году. А вы когда узнали, что вы из одной компании управляющей в другую перешли? А я узнал... Не зная об этом. Я об этом узнал, когда они предоставили на суде эти документы, то есть лист голосования и протокол общего собрания, копии. Так, и когда был суд? Это в декабре 2019 года. Как раз вот в это время, когда они начали собирать листы, подписи в листа голосования. Так, все... Даша, вот буквально вопрос еще. Все это время с 2013 года по 2019 год, когда был суд, вас деятельность управляющей компании как-то устраивала, не устраивала? Управляющая компания бездействует. То есть она, во-первых, этим сфальсифицированным протоколом общего собрания лишила нас уборки подъездов. То есть там так и написано, что уборка подъездов осуществляется за счет жильцов. Угу. Это раз. Во-вторых, они привели своим бездействием или действием намеренным в ужасное состояние наш подвал. То есть подвал в ужасном состоянии. Есть все экспертизы, есть судебные экспертизы. У нас три экспертизы только по этому подвалу есть. То есть она не имела намерения... То есть вас ее работа не устраивала? Управлять нашим домом она этого намерения не имела. Так, а вот за эти шесть лет вы предпринимали попытки сменить управляющую компанию? Нет, я не принимаю эту попытку, потому что вся ситуация началась, я еще раз говорю, с того момента, когда в моей квартире образовалась плесень. Ну это из-за того, что подвал сырой был, и там по дому по всему плесень пошла. В моей квартире была плесень. Я им не оплачивал коммунальные платежи, они подали на меня в сутку. Выиграли дело по плесени, поэтому я подал встречный иск. Сделал экспертизу, я тоже выиграл у них по плесени. Ну то, что они своим бездействием так довели дом. И с этого момента вы, собственно, и занимаетесь вот этой историей с протоколом и с переходом. Я просто узнал эту всю ситуацию, я собрал собрание и стал старшим по дому. То есть я как бы людей всех проинформировал, и люди выбрали меня прицелем совета дома МКД. То есть до этого у вас старшего по дому не было? До этого у нас не было никаких старших по дому, вообще никого не было. То есть им это было невыгодно, то есть им, чтобы бить. Самое главное, чтобы люди молчали. Это их, в их интересах было. Потому что, ну, если никого не выбирали, кто там будет, ну, командовать, что-то делать, потому что никто об этом не знает. Даша? Мне хотелось бы все же понять с протоколом. То есть в протоколе был отражен переход, когда люди подписывались, то есть озвучивали на словах другую информацию? Или включено было два вопроса в протокол, и второй не озвучивали? Ремонт подъезда и переход. Или люди расписывались в одной табличке? Ситуация простая. Лист голосования, там просто в листе голосования просто стоит фамилия, квартира и все. И подпись человека. Никаких данных в этом листе голосования нет. Ну вы просто говорите, что какие-то люди расписывались? Ниже за что-то расписывались. За что-то расписывались. За ремонт подъезда. А это отражено в протоколе-то в самом? Нет. Что произошло вообще? Не понимаю. Смотрите, они просто лист голосования, да? Вот управляющая компания, лист голосования, в который она предъявила суду от 06-08-2013 года. Суд пришли, предъявили этот лист голосования с подписями и сказали, что люди стояли подпись, что их выбрали на законных основаниях, и они на законных основаниях управляют дома больше, чем 50% голосов. Вот просто последний лист, который подписывала я, на листе было написано, тра-та-та-та-та-та-та, я за это подписывалась. То есть там было прописано, за что я подписываюсь. Соответственно, если моя управляющая компания пойдет в суд, там будет написано, что вы, ну, то есть какое-то решение, за которое я голосую, а здесь-то не было никакого решения, и суд это воспринял нормально или как? Или там все же что-то было написано? Здесь, наверное, ремарочку нужно еще, знаете, какую сделать? О том, что все-таки это 2013 год, и требования немножко были другие к оформлению протоколов, поэтому такая ситуация сложилась, и в суде вот она теперь рассматривается. То есть в тот момент было возможно просто собирать подписи, была табличка с номерами квартир, фамилии, жителей, а на словах объяснять, за что подписывались? Ну, естественно, этот лист голосования прилагался к протоколу, но сейчас эти требования совсем другие, они там установлены целым приказом и так далее, и так просто сейчас уже не подпишешь. А в 2013 году такой нормативки не было, сейчас она появилась, и вот просто усложняется ситуация в этом доме. В 2013 году, ну как нам говорит Андрей, дело в том, что в декабре 2019, значит, утверждает, подписи собирались, а выдаются за 2013 год, понимаете? И еще, правильно я? Да, все правильно, еще ремарочка такая. А Андрей, к микрофону, пожалуйста, поближе, да? Управляющая компания с 2015 года стала управлять домом. Как бы они на суде мне говорили, что мы с 2015 года управляем домом, не с 2013, а с 2015. Тогда вообще ничего не понятно, что за неразбериха-то вообще? Как вообще можно работать в таких условиях, если протокол 2013 года, управляющая компания с 2015 года? Мне просто интересно, а в суде-то как это суд рассматривает? Я такой, да, ага, понятно. Вот это протокол 2013, управляющая компания говорит 2015, жильцы ни за что не расписывались. И суд такой, хорошо, управляющая компания права. Так и было. Это что? А как это вообще, Сергей Николаевич? То есть, я так понимаю, еще не закончен, не завершен. Нет, суд, и вот смотрите, суд прошел. Суд мне отказал в связи с истечением срока исковой давности. То есть суд от 2013 года отталкивается. Так. Якобы от протокола 2013 года. И от этого момента отталкивается суд. Но по факту, у меня полгода есть на спор этого решения. То есть в декабре месяце они стояли по факту подписи в 2019 году. У меня срок исковой давности никак не закончился. Сергей Николаевич, что тут можно сделать? Вот смотрите, обратите внимание. Да, тоже, пожалуйста, немножечко поближе. У нас маски мешают очень сильно, да. Значит, здесь Андрей сказал две вещи, которые очень важны для понимания. Первое, что людей ввели в заблуждение, сказав, что голосуют за одно, а прикрепили документ другой. Это проверить, конечно, очень трудно. И второе, законность подписей. Законность и время сделанных подписей может сделать подчерковическая экспертиза. Такие инструменты есть. Андрей обращался, как раз вот то, что не очень четко прозвучало, он обращался в УВД с заявлением. Но есть одна проблема. Для того, чтобы сделать все эти документы, нужен оригинал протокола, который управляющая компания не дает. И сейчас как раз прокуратура понуждает УВД проводить дополнительные меры по... По изъятию этого протокола. По изъятию этого протокола, да. И вот как раз на основании вот этой экспертизы очень многие вещи могут встать на свои места. Я думаю, что точно подписи. И, скорее всего, если они смогут установить срок подписания документа, то еще и когда это все подписывалось. А, то есть там по пасти вот этой, извините, пожалуйста, в ручке, которой подпись поставлена, можно определить, как давно это сделано. То есть в 2013 году или в 2019, когда была поставлена эта подпись. Конечно. Вот сейчас как раз все заключения УВД, которые есть в материалах, они как раз ссылаются на то, что невозможно по копии документа сделать какие-то однозначные выводы. Но при этом УВД не может никак истребовать этот протокол, потому что управляющая компания его не отдает. Именно так. А как управляющая компания, которая, извините, еще с муниципальным участием, может не отдавать протокол по просьбе полиции? Или полиция еще не просит? Просит. Просит. А почему не отдают? Ну, наверное, вопрос не к присутствующим. Нет, 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 нет. Вообще, Сергей Николаевич, такое бывает? Что-то они отвечают, да. Вот смотрите, такое бывает, там есть определенные процедуры, и поэтому, если говорить о том, а как сейчас это, сейчас, вот, меня это самое, коллеги детализируют, но сейчас все стало проще. Все оригиналы протоколов, они находятся в жилищной инспекции. Жилищная инспекция лицо не заинтересованное во всех вот этих вот разборках. Поэтому, как раз, очень хорошо, когда оригинал находится там, и к нему всегда можно получить доступ в любой стороне. Но это сейчас, это с какого года, Наталья Юрьевна? 2016-го. То есть протокол, который выдается за протокол 2013-го года, его у вас нет? Нет, у нас его нет, к сожалению. И что делать в этой ситуации? Она безвыходная, мне кажется, нет, Андрей? Ситуация не безвыходная, потому что, когда состоялся суд по оспариванию этого протокола, суд мы подавали, управляющая компания заявляла суду о том, что они передавали протокол в ГЖИ. И то, что люди ставили подписи, но протокол, они все-таки суду предоставили только копию. Хотя я настаивал на том, чтобы суд все-таки запросил оригинал этого протокола. Так, Андрей, подождите. Управляющая компания на суде сказала, что протокол, оригинал протокола находится в госжилинспекции. В госжилинспекции 2013-го года. Она сказала, что она передавала в ГЖИ протокол. И поэтому у них в управляющей компании оригинала нет? У них только копия? В протоколе общего собрания стоит такая фраза о том, что протокол, оригинал хранится у управляющих компаний. Так что он должен храниться там. И когда на суде они ходили и предъявляли этот протокол и листы голосования, то они сознательно предъявляли сфальсифицированный документ. По этим самым они нарушали 303-ю статью Уголовного кодекса против правосудия. Но это наше предположение, что они сознательно нарушали, потому что ведь мы доказать-то это не можем, как я понимаю. Это не можем доказать, потому что у нас нет оригинала, листа голосования. А суд принимает решение на основании копии документа, хотя он не имеет права этого делать. Он должен истребовать оригинал. Я запрашивал у суда, я готов был провести подчерковическую экспертизу сам, за свои деньги. Я это суду говорил, объяснил. Суд утверждал, что мои обвинения все голословные. То есть я, грубо говоря, голословно обвиняю управляющих компаний. Нет, но в ситуации, когда нет, да, Сергей Николаевич, когда нет протокола, какие могут быть голословные обвинения? Ведь это же он есть оригинал. Смотрите, сейчас, что будет дальше? Буквально с недели назад мы с Андреем, когда этот вопрос начали обсуждать, мы договорились о привлечении эксперта общественной палаты Холкина Олега Михайловича, который, в общем-то, и здесь был. Юрист, да, да, да. Он юрист, практик. Тот человек, который фактически помог выиграть суды по двойному отоплению. Я помню, да, по этой теме приходили. Мы буквально вчера с ним разговаривали, он сказал, что я вижу хорошие варианты для того, чтобы все-таки отстоять интересы ИСА, и очень надеюсь, что его компетенций будет достаточно, чтобы, по крайней мере, этот вопрос сдвинуть с мертвой точки. Давайте вот все-таки подумаем, чем, ну, как бы, почему важно сдвинуть этот вопрос с мертвой точки. То есть получают протокол, оригинал протокола. Если действительно устанавливается, что эти подписи собраны, во-первых, не в 2013 году, а в 2019, и часть этих подписей, например, поддельные, я примерно понимаю, как могли эти там недостоверные подписи появиться, то есть очень сложно обойти там все квартиры, собрать все подписи, часто бывает так, что вроде как никому ничего не надо, управляющая компания на доме работает, работает, ну, и пусть и дальше работает там, а давайте там, значит, тогда нарисуем еще там с десяток или 20 там дополнительных подписей. Вот. Устанавливается, что подписи, например, неподлинные, да. Люди, которые не оставили подписи, говорят, нет, мы за это не расписывались и расписываться не хотим. Дальше что происходит? То есть признается недействительным решением о передаче вас, о переходе вашего дома к этой управляющей компании. То есть вы остаетесь без управляющей компании? У меня была встреча с Тарасовым. Я встречался с Тарасовым. Так, Тарасов это? Это единая управляющая компания города Кирова. Мы с ним по этому вопросу поговорили. Он сказал, что я к старым движениям управляющей компании не имею. Я знаю, что они очень много там наделали всяких плохих вещей. Вот. И он сам хочет разобраться с этим. Как бы вот так он мне говорил Тарасовым. Так, подождите. Единая управляющая компания – это иная управляющая организация, правильно? То есть он готов, эта управляющая компания готова взять ваш дом в управление? Она, да, она была готова, но мы с ней договорились, с Тарасовым договорились о том, что он нам отремонтирует полностью весь подвал, который управляющая компания. То есть он как бы сказал, что обязательства управляющая компания Ленинского района возьмет на себя. Он отремонтирует нам полностью подвал, восстановит. И мы после этого перейдем в единую управляющую компанию города Кирова. И после этого, когда мы перейдем, он нам еще отремонтирует подъезды. А нельзя сейчас инициировать общее собрание и сменить управляющую компанию? А сейчас управляющая компания, Тарасов, он сдал заднюю, то есть он уже сейчас не хочет этого делать. Не хочет брать ваш дом? Он ознакомился с состоянием подвала, поэтому он не хочет этого делать? Я не могу сказать, какая у него причина. Да. Вот я бы, наверное, заострил внимание на двух вещах. Вот то, что для меня сильно удивительно и что обычно происходит быстрее, это первое, что весь дом говорит, что нас управляющая компания не устраивает, но мы будем с этой управляющей компанией. Первое для меня там нелогичная история. Так. Потому что, в принципе, можно поднимать, смотреть остатки по дому. Если по дому ничего не делалось, акты не подписываются, скорее всего, есть остатки, с этими остатками средств теоретически можно переходить в любую управляющую компанию, по которой вы выберете. У нас в управляющей компании и на доме вообще денег нет. То есть полный ноль. Это другой вопрос. Всегда денег нет. Вам не с чем переходить. Звонок у нас есть. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Николаев. Я хотел бы знать, а кто в это время был управляющим Ленской компании? Фамилию. Возвольте, пожалуйста. Фамилию. Фамилию как раз и говорят по многим. Антонов. Подписи стоят Антонова. Нет. А в 13-м году, когда это наша махинация? Не помним. Там просто в управляющей компании Ленинского района директора менялись довольно часто. Это все шло под руководством управляющего компании Ленинского района. Зами его, так сказать, замашки. Да, Николай, я прошу прощения, вот мы не можем вспомнить сейчас фамилию, простите, да не будем время эфира отнимать. Готовили передачу, на суды ходите, тем более, это старший дом, а так далее. Ясно. Да, ну, нам просто вот на факт, на дату совершения там, да, вот этого вот факта, там, я не знаю, подлога, как предполагают жители, фамилию называют, да? Это фамилия человека, который подписывал Антонов, поэтому зря вы говорите, что человек не знает. Отключился, Николай? Уменьшать стоимость платежа, но и за некачественную, ну, то есть, это разные процессы. Я не плачу, потому что, мне кажется, что нам не доделают, да, это путь такой, который я очень боюсь, что и вот эти решения тоже у вас в суде не устоят. Я очень переживаю. А у нас другого выбора нет, то есть, нам никто не помогает, нам помогает только прокуратура, отменяя постановление, больше нам никто не помогает. УМВД стоит на стороне управляющей компании, суды стоят на стороне управляющей компании. То есть, а что нам делать остается? Нам только остается вот таким способом, то есть, ну, мы собрали собрание, двумя третях голосов решили о том, что мы не оплачиваем услуги управляющей компании до предоставления оригинала листа голосования. Ну, это очень сомнительно с точки зрения закона именно. Но закон не работает. Если суд докажет, да, что протокол был сфальсифицирован и, соответственно, управляющая компания не имела права обслуживать дом, тогда тот факт, что жильцы не платили, он имеет какой-то вес или... Знаете, это только в судебном порядке все будет решаться. То есть, в любом случае, только суд. Только суд, но смотри, там какая история обычно в этом случае начинает работать. Часть людей первая платит, то есть, они фактом своей оплаты подтверждают, что услуга оказывается. Ну, договоренность с управляющей компанией фактически подтверждают. Получается, потом нужно либо тем людям возвращать тоже деньги, которые они заплатили. То есть, суд будет все это принимать во внимание. Конечно, конечно. Нам пора уходить на перерыв. И вернемся через полторы минуты. Андрей Пешков, Сергей Улетин, Наталья Копылова в нашей студии. Говорим о том, как проконтролировать и наказать управляющую компанию в случае нарушения закона. О протоколах мы сегодня говорим, о недостоверных протоколах общего собрания. И есть у нас звонок, как я понимаю. Добрый день. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Меня вот какой вопрос интересует. Сколько стоит домоуправляющая компания за обработку пятиэтажного четырехподъездного дома? Я смотрел девятый канал. Так. И там привели пример. Одна управляющая компания обработку пятиэтажного дома производит за 242 рубля. А мы относимся к мегаполюсу. Нам, видимо, здорово обрабатывает пять тысяч. Я прошу прощения. Обработку-то вы что имеете в виду? Не совсем по теме нашего эфира, но Сергей Улитин готов ответить, как я понимаю. Да, я понимаю, какой сюжет вы смотрели. Мегаполис, который является вашей управляющей компанией, в социальных сетях уже дал опровержение. Они сказали, что человек, который это говорил, не был уполномочен. И они подтверждают, что сумма там не превышает тех же примерно 200 рублей за подъезд за одну обработку. Отключился слушатель. Ну, в общем, бывает так, что слово в прямой эфир выпущено, а потом уже забирать обратно очень сложно. Да, это правда. Так, возвращаемся все-таки к нашей истории. К истории с протоколом общего собрания, который, по мнению жителей, управляющая компания Ленинского района подделала. Да, ну или, по крайней мере, недобросовестно там собрала подписи, да, не все. Вот, и с тем, что пока не удается оригинал этого протокола из управляющей компании изъять жильцам, и, я так понимаю, что и сотрудникам правоохранительных органов. И вот до перерыва мы все-таки пришли к мысли о том, что, может быть, имеет смысл параллельно с вот этой борьбой с управляющей компанией Ленинского района и управляющую компанию сменить. То есть это наиболее такой, как бы, оптимальный вариант, да, вот с точки зрения наших экспертов. Андрей говорит, что вас никто не возьмет, то есть вы опасаетесь. У вас двухподъездный дом, девятиэтажный. Квартира у вас сколько? 72 квартиры. 72 квартиры. Это не маленький дом ведь, да, и я так понимаю, раз девятиэтажка, то это не совсем старый дом. Это еще и плоская кровля. Так. Значит, нет сосулек, кстати, я уж извиняюсь, пользуясь случаем, наступает зима, сейчас вот оттепель, заморозки, уже пора смотреть, где мы ходим, уже смотреть на сосульки, которые... На крыше, на крыше. То есть дом с точки зрения обслуживания удобен для управляющей компании. Это интересный дом для практически всех управляющих компаний. То есть привести в порядок подвал с долгосрочной перспективой выгодно. Возможно. И скажите, все-таки вот в ситуации Андрея имеет смысл ждать какого-то решения там, да, по именно протоколу? Или все-таки надо собирать снова общее собрание вам к старшему по дому, Андрей, и принимать решение о переходе куда-то? Пользуясь случаем, я хочу заявить о том, что если найдется управляющая компания, которая возьмет наш дом и будет обслуживать наш дом качественно, пожалуйста, обращайтесь. Телефон можете на «Эхо Москвы» узнать. Так, ну хорошо, эту историю, да, мы поможем, может быть, решить, хотя я и вам тоже самим рекомендую посмотреть, поспрашивать, в том числе и наших гостей на предмет того, что можно сделать. А что можно делать дальше? То есть, ну вот, допустим, дом решил, что мы уходим из ленинской компании, да, выбрал какую-то другую компанию. Какое время проходит, Ваталья Юрьевна? Ну вот смотрите, заявление новая управляющая компания по установленному образцу направляет в ГЖИ с просьбой внести изменения в реестр. Но тут будет какая проблема, вот сразу хочу сказать, поскольку это у Калининского района, от нее тоже должно поступить заявление об исключении данного дома из ее управления. А если она не захочет? Вообще, срок у нас по внесению изменений 10 дней с момента поступления такого заявления. Но, когда мы видим, что дом находится сейчас в другой, и от нее заявление не поступило, у нас происходит приостановка рассмотрения этого заявления, мы направляем письма с просьбой представить информацию на основании чего вы управляете Ленинской, в данном случае, да, и новой УК. То есть они направляют дополнительные документы по итогам приостановки. Приостановка не может быть дольше 30 дней. Ну, если есть возможность в инспекции, то мы сроки сокращаем. Значит, и по итогам приостановки уже принимается конкретное решение. То есть одновременно исключается дом из старой и переходит в новую. Все решения, которые, значит, вносятся в реестр, вносятся первого числа каждого месяца. То есть если мы в ноябре сейчас там рассмотрели 30 заявлений, да, то все изменения пойдут там с первого числа, то есть первого декабря. Такой вот порядок. Так, и в ситуации пока вот тянется эта история с тем, что управляющая компания одна принимает дом, а другая от него отказывается. Жители получают платежки, ведь они все равно их получают. От кого они их получают? У нас часто бывают такие ситуации, когда две управляющие компании присылают. Внесены изменения первого числа, независимо от желания там предыдущей старой управляющей компании, что с первого декабря дом исключается из реестра, переходит в другую, там, о, какое-то, да, все, о, какое-то там с первого числа начинают выставлять платежки уже, все, то есть мы исходим, исходя из реестра. А жителям-то как понять, за кого платить, потому что вот эти вот объявления... Я имею в виду предыдущий месяц, то есть 10 декабря я получу, я могу получить платежку от двух управляющих компаний, не можете, не можете две получить. То есть если мы с первого декабря выбрали и внесены в реестр изменения, что с первого декабря у вас уже новая организация, за предыдущий месяц вы платите старый, а за следующий месяц уже вы платите новый. А узнать о том, что у тебя новая организация, можно ли бы от старшего по дому, если он есть, а если нет, то... Реестр лицензии ведется у нас на официальном сайте инспекции, а также в ГИС ЖКХ. Так, и вот теперь конкретные вот эти ситуации по дому на проспекте строителей 42, корпус 2. В ситуации, например, смены управляющей компании, приходит новая управляющая компания на дом и берет этот дом со всеми, значит, его радостями и горестями, включая подвал вот этот самый. Новая управляющая компания, допустим, приводит этот подвал в порядок. Может ли она старой управляющей компании выставить какие-то счета? Это уже они решают между собой, и я думаю, что только в судебном порядке. Понятно. То есть то, что старая управляющая компания подвал держала в ненадлежащем виде, не ремонтировала вовремя претензии за это от новой управляющей компании выставить только через суд. Понимаете, это уже гражданско-правовой иск. Это вне пределах нашей компетенции. Мы, конечно, управляющую компанию можем наказать ее штрафом, но это никак не повлияет на какие-то взаимоотношения между двух юридических лиц. Сергей Николаевич, такие ситуации вообще бывают, когда одна управляющая компания доводит до какого-то очень плохого состояния части многоквартирного дома, приходится разбираться другой управляющей компанией, и для предыдущей управляющей компании какие-то последствия когда-нибудь вообще наступают? Или это вообще вполне нормально так делать? Запустить дом? Потом просто соскакиваешь с дома, и все, никаких проблем. Тогда от тебя все откажутся и уйти. Ну, примерно так и бывает. У меня, по крайней мере, в моей практике и на слуху нет. Но есть, в том числе в городе Киры, много историй, когда жители следят за тем, сколько денег на счету у дома, и при переходе из одной управляющей компании эти деньги переходят. Здесь самое главное, чтобы эти деньги можно было взыскать с управляющей компании, от которой уходишь. Так, но в ситуации ленинской компании, я так понимаю, что это очень сложно будет сделать, учитывая, что сейчас, я так понимаю, вряд ли добровольно они что-то перечислят. У них дело о банкротстве, конечно. Господи, а вообще какие-то дополнительные сложности в ситуации аналогичной это и создаёт, что это именно ленинская управляющая компания, которая много лет вот множит эти ОООшки, которые банкротятся, переходят друг в друга, становятся правоприемницами. Но при этом удивительная ведь история, это же муниципальная компания. Ну, то есть как муниципальная компания может настолько нечестно играть? Ну да, с участием муниципалитета, да. Ну, только руками можем развести в этой ситуации, получается. Мы понимаем, что им помогает администрация города. Ну вот, смотрите, мы же частенько видим, да, как на городской думе компаний, в которых есть какое-то там участие муниципалитета, постоянно вот это вот разбираются, все ситуации, им грозят пальцем. При этом ты когда-нибудь видела, что бы это делали с ленинской управляющей компанией? Ну, я не знаю, я знаю, что с Октябрьской вот это было, это я помню, но я... Слушайте, ну, в Октябрьской-то в фоне когда это было? Тогда это было, давно было, да, да, да. А с тех пор, вот, ведь на самом деле ситуация абсолютно зеркальная, да, жители бывшей Октябрьской управляющей компании тоже уже сколько у них управляющей компании за это время было? Это просто вот таких дотошных, как Андрей, в городе не так много, и, в общем-то, забираться в протоколы, смотреть вглубь историю, этим просто никто не занимается. Люди живут текущим днем. Вот сейчас нам плохо, сейчас нам плохо обслуживают, окей, давайте принимать решение, кто все-таки на горизонте есть более-менее интересный, чтобы идти к нему. Удастся, вот здесь на самом деле позиция стоит очень понятная. Первое, там, давайте мы добьемся справедливости, и второе, давайте мы оперативно предпримем меры, чтобы уже завтра жить лучше. Насколько часто вообще возникают такие ситуации с фальсификациями протоколов? По разным поводам, по разным поводам. Довольно часто. Даже сейчас, вот в условиях, когда нужно предоставлять оригинал ГЖИ. Конечно, очень много обращений граждан, которые жалуются, что не подписывали протокол, и, соответственно, если такие обращения поступают, мы их направляем в МВД для того, чтобы они проводили проверку. И проводят? Есть какая-то статистика, чем проверки, как правило, заканчиваются? Как правило, ничем очень сложно доказать. И на моей памяти такого, чтобы кого-то привлекли к уголовной ответственности, я таких случаев пока не знаю. Что нужно, чтобы доказать? Смотрите, а это... Обо что спотыкаются эти люди? Для того, чтобы наказать, надо доказать умысел. Чтобы доказать умысел, нужно лицо, которое эту подпись сфальсифицировало. А вот как раз на этапе поиска этого лица, который подделал подписи, обычно МВД говорит, мы не можем этого человека найти, это действительно сложно. А почему сложно? А это не сотрудник управляющей компании? Здравствуйте, пожалуйста. А что жильцы тех квартир, которые действительно подписались, они не знают, кто собирал подписи, что ли? Ну, то есть, если это... А вы уверены, что управляющие компании... Ведь, смотрите, вот мы здесь обсуждаем, управляющие компании, когда идут фальсифицировать подписи, как вы думаете, они понимают, как потом это все будут проверять? Нет, ну... Я что понимаю? И возбуждают уголовные дела, когда неизвестно, кто преступник, а здесь это не работает? В одну сторону закон работает. Очень сложно. Вот, если, смотрите, есть две вещи, да, признать протокол поддельным... Недействительным. Да, это одно. А второе, это признать умысел управляющей компании, что именно они его подделали. То есть, какие-то непонятные лица, я так понимаю, да, логика такая. Какие-то непонятные лица... Ну, решение-то хотя бы оспоренным будет считаться. В медицинских масках ходят по подъезду, неопознаваемые совершенно сейчас, в очках, в медицинских масках и перчатках. Собирают подписи на листочке, потом, значит, эти лица куда-то исчезают. Листочек тайным образом, значит, оказывается в почтовом ящике управляющей компании. Она смотрит листочек, говорит, ой, как здорово, у нас жители дома... Жильцы что-то решили. Расписались за что-то, да? Ура, ура! Дальше жильцы говорят, а мы не расписывались, управляющая компания говорит, а мы тоже не знаем, как у нас оказался этот протокол. Но это же смешно. Ну как так-то? Неужели у нас так всё работает? У нас и суды так работают, потому что они стоят на стороне управляющей компании, потому что она от администрации города. Суды не заинтересованы справедливостью. Ну мы посмотрим, кстати говоря, чем закончится вот эта история, потому что Сергей Николаевич нам сказал, юрист подключается, да, к вашему вопросу. Первый час дневного разворота нам нужно заканчивать. Будем следить за этим. Спасибо большое нашим гостям. Андрей Пешков, Сергей Юлидин, Наталье Копылова. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok